Уважаемая госпожа председатель, ваше превосходительство, дамы и господа, проблема изменения климата планеты является одной из главных экономических, экологических, социальных, энергетических проблем всего человечества. Наша страна также сожмает важность этой проблемы. Республика Беларусь как страна с переходной экономикой, вносит свой пассивный вклад наряду с остальными развитыми и развивающими странами мира, целенаправленно осуществляет внешнюю и внутреннюю политику и меры направлены на смещение воздействия на климат. За относительно небольшой период времени в нашей стране в разделах продолжают проводиться работа, направленная на выполнение положений конвенций и киотского протокола, включая принятие закона об охране климата и утверждение национальной программы мер по сомнению воздействия на климат. Уважаемые дамы и господа, республика Беларусь исходит из понимания того, что новое соглашение будет способствовать улучшению условий передачи прогрессивных технологий. Этот процесс получит новый импульс и должен быть направлен также на страны с переходной экономикой, которая наряду с развивающимися, по прежнему существует необходимость более открытого доступа к переходным технологиям. Новое соглашение будет способствовать повышению потенциала смещения воздействия на климат в каждой стране, учитывая особую роль торфянников, водно-болотных и лесных экосистем поглощения нумерода, включая такие важнейшие элементы, как проекты по восстановлению и сохранению лесов и баллов. Беларусская страна готова искать свой последний класс сокращения выбросов парниковых газов путем реализации проектов по повторному заболачиванию и деградированию торфянных баллов. Таким образом, мы надеемся, что новое соглашение позволит создать механизм праведливого распределения, доступных финансовых ресурсов на существующих мер, посмешение воздействия на климат и адаптацию к его изменениям. По нашему мнению необходимо максимально учесть между собой, в том числе, негативно. Так частности, новое дегматическое соглашение должно фактовать все стороны конвенции, без исключения. И быть праведливыми ко всем странам и группам стран. Процедуры должны быть адвокатами, не должны являться определенным препятствием для стран, пожелавших принять обязательства пограничения или сокращения выбросов. Республика Беларусь уже имеет определенный практический опыт, и продолжает на своем примере показывать процедурные недостатки Киотского протокола. Три года назад, на втором сообщении сторон Киотского протокола, ресурсрук взял на себя добровольно достаточно строгие обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, в том числе, которые не имели другие страны. На протяжении этих трех лет мы делали все, чтобы стороны признали наши обязательства. Украинские страны должны быть значительной усилий, что они решили решение о правке принятой сторонами, которая касается исключительно одной стороны Республики Беларусь. Республика благодарит 18 страны, которые уже сделали устоя протережающие рост экономики, недостаток венационных ресурсов и исключительно доступ к механизму гибкости киотского протокола. Простить и не позволяет прокуратиться на протяжении комплектации, не позволяет нам усилить с Неправильными условиями к своим странам, не позволяет нам усилить решение на анализ и течение других странами. Но, соответственно, для своих проблем с негативными условиями, мы встретимся в следующий момент, в этом году в季ки глушит, позволяем, в средстве, We believe that a new agreement on a more fair basis will bring together all countries, developing and transitioning countries to combat global climate change, and this will be able to work effectively in practice and achieve its goals. Thank you.